Всем привет! Сегодня у нас на установке электропорогов вот такой замечательный рейндж-ровер в отличной комплектации. Сюда мы устанавливаем подножки оригинальные, полностью оригинал. Они прописываются в InControl, они подключаются к фаркопу и работают совместно. Если в дорестайлингах автомобиль было два блока, который один работал на пороге, второй работал на фаркоп, то в рестайлинге уже это все заключено в одном блоке. Мы их закодируем в InControl, соединим пороги вместе с фаркопом в этом блоке и все будет работать совместно и прекрасно. Давайте посмотрим на работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С электрическим фаркопом Что касаемо кронштейнов Отличия от порогов АТС нет никакого У нас устанавливаются в те же места, кронштейны выглядят так же Чтобы не быть голословным, я вам покажу это все вживую Вот это кронштейн от порогов АТС Если его сравнить Давайте посмотрим поближе Если его сравнить с оригиналом То полностью все идентично Мы не придумывали, не выдумывали велосипед при изготовлении кронштейнов Мы все сделали, чтобы это все вставлялось в штатное место так же, как и в оригинале Потому что очень часто у нас обращаются люди, у которых стоят оригинальные пороги И по какой-то причине наехали на бордюр, ну, ломают сами лапы Владельцы автомобиля случайно его оторвал Переднюю лапу мы поставим в передний кронштейн от порогов АТС Так как они полностью идентичны оригинальным Крепятся в те же места, как панель, так и кронштейн к автомобилю Кронштейны от порогов АТС полностью подходят под оригинальные панели Полностью подходят под оригинальные крепления Поэтому мы их меняем Соответственно, у нас это все гораздо дешевле, чем либо заказывать оригинал Но я еще раз повторюсь, это все по желанию клиента Кто-то хочет у нас установить оригинал Так же, если замена кронштейна оригинальная, кто-то хочет наши пороги В оригинальных порогах очень сильно отличается сама панель выдвижная Она идет с парорезиненной верхней части Сейчас мы опустим машину и вам покажем, как это выглядит У нас идет на панелях лазерный окрас Так как шло в дорестайлинговых автомобилях Также основное отличие оригинала от неоригинала Соответственно, в блоке Если пороги АТС мы устанавливаем и стоит электрофаркоп То мы в любом случае устанавливаем оригинальный блок Чтобы их соединить Потому что блоки от порогов АТС, к сожалению, не работают с фаркопом Мы их делали только для порогов И не буду обманывать, чисто технически это сделать нельзя Соединить наши блоки с электрофаркопом Но здесь тоже есть разница и в стоимости То есть здесь все по желанию клиента Мы всегда все держим в наличии И оригинальные пороги Ну, соответственно, пороги АТС у нас всегда в наличии Так как мы их производим Здесь очень большая разница в стоимости Оригинальные пороги мы продаем за 280 тысяч с установкой Это полностью под ключ Пороги АТС мы продаем за 120 тысяч Полностью под ключ с установкой Повторюсь, что пороги АТС Также кодируются в N-Control И управляются с головного устройства, как и оригинал То есть в этом разницы абсолютно никакой нет Субтитры создавал DimaTorzok Работу с этим ренджероллером мы завершили Установили сюда оригинальные подножки В видео мы вам уже показывали Что нет отличия от кронштейнов оригинальных и кронштейнов ПТС А в панелях отличия есть Давайте мы вам их покажем В оригинальных порогах, которые идут с 2018 года Идет верхнее прорезиненное покрытие Здесь цельная панель с резиновой Ну это даже не накладка Это как бы литая форма Потому что этот порог стал состоять из нескольких частей А панели от порогов АТС Пойдемте я вам покажу Они точно такие же как шли в дорестайлинге Вот это панель от порогов АТС Она без прорезиненного покрытия Но она с лазерным окрасом Она не скользкая То есть скользить она никогда не будет Такие панели шли в дорестайлинговых моделях Вот со 2017 года оригинал переделали А в дорестайлинге шла именно такая же панель Вот в чем разница порогов оригинальных и порогов АТС И теперь давайте я вам покажу управление с InControl InControl это центральный монитор рейндж ровера Пройдемте в салон автомобиля Вот оригинальное меню в рейндж ровере Здесь управляем подножками Показывает какие подножки вышли Также вы можете отключить Включить доступ к люку крыши Что это за функция То есть когда все двери закрыты Если нажать на эту кнопку Оба порога выйдут И слева и с правой стороны Независимо от того Открыта дверь или закрыта Работа при движении по бездорожью Эта функция разрешает Когда рейндж ровер заехал Ну когда вы заехали на бездорожье Машина автоматически понимает Что пороги выдвигать нельзя Вот этой функции Вы как бы даете разрешение автомобилю Выдвигать подножки когда вы захотите Так же как и оригинал С таким же меню С такой же кодировкой Все один в один Так же кодируется и подножки АТС так же как и оригинал Все с этим автомобилем Работу мы закончили Принимаем следующий автомобиль У нас сегодня насыщенный день Это очень хорошо А с вами до новых встреч Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok